В Тарзаконе, 8 глава, 18 стих. «Чтобы ты помнил Господа, Бога твоего, ибо Он даёт тебе силу приобретать богатство, дабы исполнить, как ныне завет свой, который Он клятвою утвердил Отцам твоим». Согласно данной констатации, сила на приобретение богатства является клятвенным заветом, который Бог утвердил не с нами, а с нашими отцами, и который мы должны каким-то образом помнить в продолжении всей нашей жизни. И прежде чем говорить о завете Господа с нашими отцами, Авраамом, Исааком и Иаковым, тем же Израилем, и как помнить этот завет, давайте сначала постараемся дать определению «богатство». Что такое богатство? И мы определим, что все сидящие здесь – богатые люди. Богатством являются не только чисто материальные ценности, но в состав богатства входят такие составляющие, как наше здоровье и наше долголетие. То есть иногда люди бывают богатые и больные, иногда бывают бедные и здоровые. Иногда бывают богатые и здоровые. И это является богатством. Далее в состав богатства входят наши добрые отношения с брачным партнером, с нашими детьми, с нашими друзьями и со святыми в церкви. Это тоже является большим богатством. Но сегодня в христианской церкви этого богатства дефицит. Далее сюда входят также наши природные, духовные дарования, а также наш опыт – это тоже богатство. А во главе всех составляющих нашего богатства, вышеперечисленных, является наша вера в клятвенные и нетленные обетования. Иакова 2, 5. «Послушайте, братья мои возлюбленные, не бедных ли мира избрал Бог быть богатыми верою и наследниками царствия, которое Он обещал любящим Его?» Итак, богатство является эквивалентом потраченного времени и энергии в каждой отдельной сфере нашего бытия. Для того, чтобы иметь материальное богатство, необходимо время и необходимая энергия. Нельзя просто проводить время, сидя на диване. Материальное богатство не будет. Необходимо работать. Время плюс энергия равно материальное богатство. Здоровье – это тоже материальное богатство. Для здоровья необходимо не только время, а необходима энергия. Необходимо ходить в тренажерный зал, проходиться на улице, пробегаться, заниматься зарядкой и заниматься обязательно физическими упражнениями. Потому что здоровье – это наивеличайшее богатство, и оно требует время плюс энергию. Но мне на это не хватает времени. Я должен заработать много денег. Вот все деньги, которые заработал человек, потом в конце он будет платить за свои счета, за упущенное богатство здоровья. Святые, пока мы молодые, то есть люди моего возраста и старше, 70-80 лет, пока мы молодые, надо как-то помнить, что здоровье является богатством и хранить его. Также отношение с мужем, с женой, с детьми, с близкими – это тоже богатство, и оно тоже требует нашего времени и нашей энергии. И, разумеется, вера Божия – это тоже самое главное богатство, которое стоит во главе всего, и оно тоже требует время и энергии, которая в чем-то выражается. Но мы увидим попозже, оно выражается в приношении десятин и приношений, через которых мы говорим, Господи, мы помним, что те клятвы на обетование, которые отдавал Аврааму, Исааку и Иакова, мы помним их через приношение десятин и приношений. Поэтому церкви, которые не проповедуют десятин и приношения, они тем самым говорят о том, что мы не помним того богатства, которое находится в Аврааме, Исааке и Иаке, и дается нам через Иисуса Христа. А теперь, исходя из нашего первичного стиха, причина, по которой многие дети Божии не обладают силой приобретать богатство, заключается в двух вещах. Во-первых, когда дети Божии приобретают богатство своими руками, они не помнят Бога в соответствии Его предписаний. Не помнят Бога, заработал много денег, сделал прекрасную сделку, продал очень дорого, и не помнят, что надо Богу поблагодарить. Поблагодарить? Ну, Господи, я благодарен Тебя, конечно, но я потратил свое время и свои усилия. Мы тратим время и усилия для того, чтобы благодарить Бога за то, что Он дал нам милость заработать. И как мы это делаем? Не просто, Господи, ну, от всего сердца благодарю Тебя. Господь говорит, меня благодарят в церкви через приношения и почитания меня десятинами и приношениями. То есть, первое, мы не помним то, что это Господь нам дает возможность приобретать богатство. И, во-вторых, у этих людей либо вообще нет никакой связи с отцами, либо эти связи каким-то образом нарушены. А как они нарушаются? Тогда, когда человек говорит, я не буду чтить Бога десятинами приношениями, я буду давать доброохотно по расположению сердца. Я говорю, а как это? Кому хочу, когда хочу и сколько хочу? Я говорю, ну, насколько сейчас у тебя сердце расположено? Ненасколько. Или странно? А как часто Господь располагает у тебя сердце? В последнее время редко. Вы видите, что происходит? Что, оказывается, действительно, это не закон, это, оказывается, закон благодати, который должен стать порядком нашего сердца. Итак, вот эти два условия, которые были упущены, когда человек приобретает богатство, он не помнит Бога. И второе, он не имеет никакого отношения к отцам. Давайте прочитаем вот эти два принципа в одном месте. Малахи, 3 глава, 7 стиха. «Со дней отцов ваших вы отступили от уставов моих, и не соблюдайте их. Обратитесь ко мне, и я обращусь к вам, — говорит Господь Савуов. Вы скажете, как нам обратиться?» Господь спрашивает, «Можно ли человеку обкрадывать Бога? А вы обкрадываете меня, скажете, чем обкрадываем мы тебя?» «Десятиной и приношениями». Или же, когда мы говорим, «Господи, благодарю тебя, ты дал мне так хорошо заработать». Он говорит, «Десятиной и приношениями, благодаря меня в храме Божьем. Вы обкрадываете меня десятиною и приношениями. Проклятием вы проклятые, Господь сказал Израилю, потому что вы весь народ обкрадываете меня. Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища. И хотя в этом испытаете меня, — говорит Господь Савуов, — не открою ли я для вас отверстия небесных, и не залью ли на вас благословения до избытка. Я для вас запрещу пожирающим истреблять у вас плоды земные, и виноградная лоза на поле у вас не лишится плодов своих, — говорит Господь Савуов. И блаженными называть будут вас все народы, потому что вы будете землею вожделенную, — говорит Господь Савуов. То есть вы будете богаты Богом. Иными словами, иметь связь со своими отцами Авраамом, Исааком и Иаковом — это помнить Бога в почитании Его десятинами и приношениями, чтобы благословение Авраамова через Христа Иисуса распространилось на всех нас. Благословение, которое Бог завещал Аврааму, которому он клялся Исааку, и которому он поставил Иаков в завет, нам, Израилю Божию, он дал в завет вечный. А любой завет, это как заповедь, его необходимо соблюдать. Поэтому, святые, мы сейчас будем петь псалом и благодарить Бога, что мы с вами, святые, очень богатые люди. Очень богатые люди. И вы скажете, да какой же я богатый? Вы знаете, если бы сейчас спросить, сколько людей на других континентах, в Африке, в Азии, в Восточной Европе хотелось бы поменяться с вами судьбами? Это будет где-то 90-99% с каждым из вас. Потому что вы весьма богатые. Но мы об этом не помним. А как помнить? Писание говорит, мы помним тогда, когда мы имеем связь с отцами. Через приношение Богу, действительно приношение, мы говорим, Господи, я помню, что это Ты меня сделал таковым. Встанем, пожалуйста, и будем благодарить Бога и помнить то, что Он является благоставляющим, помазующим и исцеляющим, а не мы. ПЕСНЯ 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 День жертвы придет незамедленно, Пождешь, чтоб осеял горько. Насеем учителя слово, Великое слово любви, О жертвы его всем расскажет, По пролитой акцент крови. Всей доброй семья во имя Христа, Пождешь, чтоб осеял, посеял горько. День жертвы придет незамедленно, Пождешь, чтоб осеял горько. Идет день увидимых в небе Всех избранных Божьих детей, Поклонимся вечному Богу, Пождешь, чтоб осеял, посеял горько. День жертвы придет незамедленно, Пождешь, чтоб осеял горько. Я с большим удовольствием повторюсь за пасторием Аркадием, что всякий раз, когда народ израильский чтил Бога десятинными приношениями, то ли в скине Моисеевы, то ли в храме Соломоновом, он должен был по прописанию Моисея, который тот получил по откровению от Бога, возлагать свои руки на свои приношения и исповедовать одно чудное исповедание, которому они были верны тысячелетиями. Мы с вами, будучи тем же Израилем, привитые к тому же корню, питаясь соком той же маслины, сделаем то же самое. Протяните вашу правую руку, символ правовой деятельности, и, пожалуйста, молитесь вместе со мною. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, я отделил десятины от дома своего и принес в твой дом, чтобы в доме твоем была пища. Я не отдаю в печали, Я не отдаю в нечистоте, Я не отдаю для мертвого, Я глубоко верю в Твое неизменное Слово и рад, что имею привилегию выражать мою любовь и признавать Твою власть. И ныне, согласно Твоего Слова, я молю Тебя прямо сейчас, да откроются Твои небесные окна, и да придет благословение Твое до избытка на Твой искупленный народ. Во имя Иисуса Христа. Аминь, аминь. Будьте благословенны. Пожалуйста, садитесь. Субтитры создавал DimaTorzok